На пресс-брифинге в Доме правительства сегодня были представители сразу трёх министерств обороны, образования и окружающей среды. Среди обозначенных выступлений особого внимания заслуживает и отчёт наших налоговых служб о том, что произошло прежде всего в товарообороте Эстонии и России за последний год. В марте прошлого года заработал первый пакет санкций в ответ на военную агрессию Российской Федерации против Украины. На сегодняшний день таких санкционных пакетов уже 10. Это повлияло не только на те сферы производства в России, на которые и были направлены санкции. В связи с этими едиными решениями Европы усложнил жизнь у отечественного бизнеса и людей, особенно из приграничных регионов. 40% примерно съездился в определенных перевозах товаров. Самые такие большие изменения – это, конечно, сталь, древесина, потому что Эстония очень много обрабатывала древесина, которая привозилась из России. Это, наверное, два таких самых больших группы товаров. И, конечно же, различные удобрения. За последний год таможенники Эстонии провели около 45 тысяч проверок, связанных с декларациями по экспорту и импорту товаров. Выявлено полторы тысячи нарушений. За последние месяцы, с момента вступления запрета по вывозу любой из европейских валют из Эстонии в Россию, именно таких попыток фиксируется довольно много. В выявлении таких правонарушений была отмечена слаженная работа специально обученных собак. Появился и новый вид противоправной деятельности – попытка ввоза в Эстонию украинской гривны для последующего обмена на евро. В налогово-таможенном департаменте уверены, что речь может идти о попытках международной преступности легализовать деньги, добытые на оккупированных территориях Украины. В таможенной службе понимают, что от санкций страдают и местные жители, но мы должны четко понимать, что причина санкций – в полномасштабной и циничной войне, которую развязала Россия. Фиксируется немало попыток ввести в Россию оптику, элементы электронной техники или машиностроительного оборудования. Это свидетельствует о том, что цели санкций достигаются. Я должен очень отблагодарить наших предпринимателей в Эстонии, потому что, например, те же самые моменты поставки удобрений довольно-таки быстро рынок переориентировался и стал искать возможности, например, закупать это или из Монголии, или из других стран Азии. То есть наш бизнес приспособился очень-очень быстро. Очень многие предприниматели обращались к нам сами и говорили, что вот, например, у нас пытаются купить одну или другую специфическую, например, часть машиностроения, обратите на это внимание. Попытки нарушить закон никуда не исчезли. Недобросовестные предприниматели пытаются указать иную страну производства сырья или товара, не Россию. А якобы транзитом через Россию пытаются ввести, скажем, люксовые автомобили. Конечно, такие и множество других схем отлично известны нашим таможенникам. Что касается обычных людей, пересекающих границу, совет один. На сайте департамента есть подробная информация, что на сегодняшний день можно ввозить и вывозить, а главное, в каком объеме. Не поленитесь обратиться к этим обновленным данным. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.